Товарищ полковник, я уже бегу. Мужчина со шлейфом близко. Десятая, десятая зачистка. Я не верю в это, блин. А чё тут верю, не верю, нету его. Срочно нужен душ. Фу, от кого фонит? От меня фонит, и чё? Ну, мужик, я вообще как бы это... Может, душ примешь? Так вот, приехал, ты б задание попроще давал. Полковник, кошмарик, дьявол воплоти. Да ладно, не сложно. Ты чё, прикалываешься, что ли, дружище? Не сложно. Иди найди, либо сто гол... Сто голды. Сто голды, да? Вот тебе сто голды, дружище. Я как-нибудь найду без ста голды. О, хорошо. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это последний день на земле. Мы отправляемся с тобой на рейд. Но не сразу. Прежде чем ты пойдешь на рейд, 150 левел это полбеды. Каждый раз тебе будут давать по 5 заданий. Если без доната, без голды, а голды надо, я тебе скажу, много, 500 плюс, чтобы промотать задания. Блин, это не всегда будет легко получаться, да. Ну, я скажу больше. Слушай, в большинстве случаев это будет нелегко. Иногда будет как-то попроще, да, какие-то задания полегче. В данный момент у меня найти полковника задания. Правила поисков этого чудо-мужчины, я думаю, ты знаешь, да. Тебе нужен угол карты. Какой? Конкретно всегда левый. Вот этот угол, да. И пошел от него по прямой. Вот он. Ха-ха, грязь. Слушай, я уже вижу по радару, что он стоит. Мужчина, ну неужели, а? Я реально думал, все, капец, я не запишу для тебя рейд, потому что вот этот бомж это нечто. Капец, блин. Ну, ты понял, да? И все. В принципе, правила простые. Просто единственное, жим-жим ты будешь, да. Когда ты раз пять, шесть, семь облутаешь, все, ты будешь думать, что как-то ты не так делаешь. Нет, всегда одинаково, серьезно. По диагонали до центра карты дойдешь и готово. Ха-ха, грязь. Ой, дальше побежал, да? Ну что, поехали на рейд? Я вообще не верю, блин. Ну, одиннадцатый раз. Я прям считал поштучно. Что, лещами его забомбим? Как одеваться? Слушай, ботинки, больше тебе ничего не надо. Ботиночки одевай, больше нафиг ничего не надо. Вот так бы я одевался. Ну и какой-нибудь огнестрельчик, чтобы вот этих пацанов отстреливать, да. Но по факту их даже не надо отстреливать. От них надо тупо убегать. Всех редких кожиедов искать можно именно так. В принципе, даже альфа-волков. Просто они чуть-чуть будут дальше по этой линии, да, располагаться. Ну давайте, ребята, блин. Наконец-таки. Жесть. Рейды мне сейчас нужны. Это да. Ну да, у меня как бы домик такой, мягко говоря, разваленный. Заходи, бери все, что тебе надо. Ну мы сейчас с тобой наскорячок что сделаем? Я просто, ну хоть какие-то стены построю, да. Ну чтобы вот так они бесхозно не стояли, эти станочки. Дверь, дверь потом проделаем. Это моя радиорубка такая прикольная. Чем прикольная? Я не знаю. Ну я ее, конечно, это еще буду перерабатывать, да. Сейчас наша задача просто хоть какие-то стены поставить. Вообще, если ты персонажа оставляешь на базе, да, то шанс, что на тебя будет трейд, короче, очень маленький. Может быть, это танцы с бубнами. Может быть. Вот эта колючка, посмотри. Она, по идее, защищает, короче. Выглядит, да, не солидно как-то. Но, по идее, через нее, короче, рейдеры не могут проходить. Единственное, давай мы перетащим топ ящики в свое топ хранилище. Оно хоть и слегонца разрушенное, сломанное, да, но все-таки оно является у меня топ. В общем, подготовка к рейдам важна и нужна. Так, давай уже выходим в глобал, да, и узнаем, что там за база. Воу! У нас какая-то интересная база с именем. Базы с именем всегда интереснее, чем Плауэртам 1000 плюс 100 500. Кларинха. База Кларинха. Пробиваем ее. База просто ни о чем. Один металлический топор. Ну и сделай, не знаю, 8 топоров простых, чтобы все вскрыть. Вообще изи. Вообще изи. Особенно, если ты сделаешь чоппер стена. Все отлично. Доски. Я уже буду счастлив, если будут доски переработанные. Стоять. Кое-что забыл. Кое-что забыл. Если у тебя есть подобный рыбный рецепт, то, конечно, пользуйся им на рейдах. Шумите меньше во время рейда. Я как бы, если на максимум выжимаю, да, то я на максимум выжимаю. Конечно, я буду использовать этот рецептик. Так, не понял. А, вот здесь, да? А вот это рыба. Блин, надо рыбу наловить. Я смотрю с серебряной звездой, да? Это на 15 минут. А если будет бронза, там 8 минут, типа того. Достаточно, чтобы зарейдить. Вот, теперь я готов на максимум выжимать. Этот рыбный рецепт, это серьезно дает тебе дополнительное время, да, скрывать базу. Слушай, не пренебрегаем, серьезно. Это, это прям очень круто. Очень легко и просто эта рыба ловится. Один окунь, один карп, все готово. Рыбный рецепт, чтобы рейдить базу более эффективно. Ну, то есть, самое главное, тебе построить вот эту кухонную плиту. Ну, да, для новичка сложностью будет поначалу стальная пластина. Дуб не такая сложность. Короче, фигня, блин. Можно, можно сделать это. Не совсем новичку, но можно. Сразу бежим к нашему байку, да? Стоять, мужчина. Поспешишь, люди. Блин, надо вот это говно за моей спиной убрать, да? Ну, как-то некомфортно, когда за твоей спиной постоянно вот дышит тебе в затылок какое-то говно, да? Согласись, не прикольно. Вот и я о том же. Иногда забавно, иногда как бы не очень. Где будем байк парковать? Слушай, тут можно где хочешь. И вот здесь можно его парковать, да? Вот здесь я фиг поставлю байк. Почему? Потому что грядка растет. Ну, ты понял, да? Все, мне не дает поставить. Потому что вонючая грядка. Вот здесь никакой вонючей грядки нет. То есть чистый отрезок. Вообще, да? Прям в упор. Ну, так вот я тебе об этом говорю. Пошла жара. Какую стенку ломать? Да любую ломай. Здесь вся стена, она актуальна. Тик, готово. Изи. Когда есть чопер-стена, это изи. Это самые простые рейды. Ну, или, допустим, там шушилка, да, стоит. Или ящик там. Ты пробил рейд, и там кто-то ящик рядом со стенкой поставил. Правильно. Так что кожиедики не проходят. Но мне больше всего нравится чопер-стена. Вот и все. Вся база. Семь ящиков, и тут еще два ящика. Я даже не смотрел, что внутри лежит. Я только посмотрел количество топоров, да, там, сколько мне надо взять, чтобы сломать. Посмотри, всего 11 шума. Я уже две стены сломал. Круто. Всего 11 шума. Слушай, не слава, блин, не слава. Ну, для новичка прям хорошо вообще. Так. Тоже неплохо, да, для апгрейда базы. Так, давай-ка жиедов убьем. Загородили, можно через любое окно их бомбить, если оно здесь есть, это окно. Давай посмотрим, есть вообще. Блин, ну вот, есть окно одно. То есть, хочешь, можешь через окно их бомбить, без проблем. Тебе самое главное, что они к тебе зайти не могут. Ну да. Вот видишь, в чем тут сложность. Ну, короче, ну ты понял, да? Не очень то, что они в стенку бегут, как ненормально. Че выдумывать велосипед изобретать? Уже давно все изобрели. Педалик, два колеса, погнали, да? У-хоу, хорошо голова отлетела. Круче голова у Кажиеда нигде не отлетает. Только в нашем любимом Ласт Дэй. Такая красотища. И да посмотри, два пацана без головы лежат. Какие? Да вон, посмотри. Не обращай внимания на этого толстого балбеса. Вон, посмотри. Видишь, да? Ха-ха, два без головы лежат. Так, поехали дальше. 25 шума. Шикарно. Так, угу. Судя по всему, мы будем бинты перекрафчивать. Ну, то есть эту ткань, да, перекрафтим. Да, будет шума достаточно много. Да, да, блинчики. Я ждал этого. Ты представляешь, вот это все говнище мне не надо перекрафчивать. Ой, блин, супер. То есть я приезжаю домой и сразу, сразу продолжаю что-то строить. Фу. Кстати, бензин можно влить, да? После того, как. Как чоппер стену поставил. Главное, не садись на байк, соответственно. Ну, то есть все, уже никуда не сдвинется. Блин, я уже доволен, как бобер вообще. Просто фантастика. Не забывай, бобер, да? Если ты соберешься все-таки лететь на базу, тебе нужны шипы. Если шипов нету, откисать можно от голода, от жажды. Как вариантик. Просто это долго ждать. Ну и от кожиедов, конечно. Лучший способ от кожиедиков. Может быть, что удивят. Мы пока только одну волну бомбанули. Вот сейчас еще одну волну бомбанем, да? А потом, короче, от третьей волны одного пацана оставим и все в ажуре. Любого, блин. Такая свалка. Ой-ой-ой, как некрасиво вообще. Че не красит. Посмотри на экран. Мужчина прям жопой ко мне повернулся. Ну нельзя же так. Я к тебе лицом, а ты... Негодяй, блин. Ну ты понял, че? Посмотри. Вот прям за этим худеньким кожиедиком. Вообще, да? Вообще засранец. Ну нельзя же так, мужчина. Ё-моё. Некрасиво как лег. Да, блин, на самом деле мы тут вообще какую-то свалку, да, устроили. Ладно, блин. Мы бы как бы быстро пришли, нагадили и ушли. Мы такие негодяи. Все, со следующей... Если мы летим домой, да, то со следующей надо. Два колеса. Бенц. Блин, для новичка это просто база мечта. А, че-то, короче, нет. Мне лень. Мне лень. Я не буду откисать. Я смотрю, что мне все на ручки влезет. Ну да, можно взять каменные блоки там, да, тэп-парэм-пам-пэм. Слушай, я сколько их надел? Ой, смотри, 9 телефонов. Блин. Ну да, для новичка вообще просто база имба. Реально. Ё-моё. Только не кожиеды. Конечно. Вначале на улице вскрываем грядки. Слушай, вот здесь могут жарить какую-нибудь шнягу. Здесь шушить кожу. Да это все фигня. Ну, как бы это нормально, если тебе это надо. Но грядки, грядки. Самое главное, скрой грядочки. В них очень часто морковка, блин, и семена. Я на своем левеле после 4 лет игры в эту игру. Игры в эту игру. Выживание в эту игру. Так, правильно, да? Мы же с тобой грамотные, да? Вот это все дом по фэншую, да? Вот это грамматика. Я сказал человеку, у которого в одном предложении может быть 10 ошибок. Ха-ха, грязь, блин. Грамматика, ма-грамматика. Иногда меня спрашивают в комментариях. А ты так же писал в школе грамматика, ма-грамматика? Да. За что как бы меня вообще серьезно наказывали? А я говорил, за что, блинчики? Ну за что, ма-за что, блин? Ха-ха-ха-ха. Грязь, да? Да ну нет, не совсем так было. Было все намного жестче. Намного жестче. Идиотизма было больше. Не будем об этом вспоминать. Мужчина, блин. Вы уже... Ах, это лещ пати. Пошумим, блиночки. Ты думал, я оригинал скажу? Ну нет, конечно. Блиночки вполне сам. Кстати, весло. Кстати, весло. Опа. Ха-ха. Лещ пати. Тише, тише. А что ты? Весло, ну, у него дальняя атака. Главное грамотно встать. Мужчина, вы подлец. Ха-ха. И такой лещ. Блин. Да. Здесь легче так, блин. Видишь, я сколько нашумел. Сколько я наломал. Ой, хорошо. Сколько я нашумел. Сколько наломал. И у меня еще остался уровень шума адекватный. Круто был. Ну да, ты скажешь. Ё-моё, база дно. Она не фантастическая, но не дно. Все-таки хороша база. Мне понравилось, честно. Без вранья. Ну и все. И смотри. Спокойно стоим и перекрафчиваем свои бинты. Это правило вообще неизменно. А хочешь еще круче рейдить? Тогда, когда тебе попадается много тканей, перекрафчивай бинты раз. И если ты увидел, что на этом рейде еще есть спирт, делай еще и аптеки. Еще максим... более, так сказать, максимальный выжим будет базы. Я не знаю. Это очень круто. Давай вот сюда перетащим. Отмечайся каждые 5 секунд. Все будет тип-топ. Ну, как бы все. Давай, блин, гей. Вот теперь можно было сделать обычный, да, человеческий логаут из игры. А можно и вот так вот убежать. Друзья, с вами был Харди. Если так получилось, что тебе понравился этот ролик, конечно же, оцени его лайком. Если ты еще до сих пор не подписался, почему ты этого не сделал давно, я не знаю. Подпишись и поставь колокольчик. Видосы выходят каждый день. Лучшие откупные для рейдеров это копье. Единственная проблема, тебе надо выбить хоть одну синюю модификацию. То есть с серыми модификациями им не вкатывает копье. Похоже на правду. Держи, я тебе даже второе не отдам. Фантастика, да? Ну и тут же вызываем следующих бомжей. Удачных тебе рейдов. Скоро узнаем, как эту базу вскроют и что вытащат, пока она не доделается. Сделанное серьезно могут вскрыть. Не страшно. Оу, блин, магия. Магия фантастика. Взрывной теме. То же самое, как и полковник. То же самое. Удачи тебе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok